Команда из поселка Молодежный только что выиграла Серебряную Лигу. Матчи этого турнира традиционно проводят в формате 9 на 9. Но уже в следующем году для чемпионов 2020 все будет по-взрослому. Ведь в Золотой Лиге придется играть полными составами. Капитан команды Даниил Ковалев партнерами доволен. Обыграли главного фаворита и принципиального соперника. У нас все время Байкал выигрывал, выигрывал. Тут мы уже второй матч их подряд выигрываем. Сначала 1-0, теперь 2-0. В этой Лиге мы играли лучше всех, я думаю. Рад за своих подопечных и тренер Сергей Михайлов. Молодой наставник сам сейчас выступает за Иркутский «Зенит». Но пока в основной команде города все нестабильно, нападающий передает навыки ученикам. Говорит, чтобы вутбол в Иркутске не умер, нужно максимально вложиться в юниоров. Мы работаем над физикой, над тактикой, над всем. И этот турнир как бы показал всю нашу работу, что она проделана не зря и что ребята прогрессируют. Будущее – это вот дети наши. Я считаю, что так. А в финале Золотой Лиги встречались фаворит турнира Байкал и хозяин поля ЦРС. Для стадиона «Авиатор», который построили недавно, это первый большой турнир. Правда, принимающие команде родные стены ничем не помогли. Главный матч остался за Байкалом. 1-9. Два мяча в финальной игре забил нападающий триумфаторов Даниил Тушич. Он, кстати, воспитанник ЦРС. И сегодня огорчил бывшую команду. С десятью мячами форвард также стал лучшим бомбардиром турнира. Третьим в высшем дивизионе стал ангарский сибиряк. Что касается этого турнира первенства Иркутской области, он у нас разбит на две части. Первая – это ТОП-лига, где собраны шесть лучших команд турнира. И вторая – Серебряная лига, где ребята чуточку послабее. Просто они позже пришли заниматься. На сегодняшний день кондиции у них уступают тем, кто занимается в командах ТОП-лиги. Этот турнир стал последним для команд в 2020-м. Из-за коронавируса юные спортсмены пропустят первенство России. Но тренировки футболисты продолжат. Ведь не за горами – начало нового сезона.